Здравствуйте! В эфире программа Вести Хакасия. С вами Татьяна Донцова. И в начале главной темы дня. Из СИЗО под домашний арест. Врача Копьевской больницы, которого подозревают в убийстве младенца, отпустили из-под стражи. Зарплата за готовность номер один. В Хакасии набирают резервистов, которые будут нести службу по контракту. Всероссийский пленэр завершен. Художники со всей России в очередной раз восхитились красотами нашей республики. Жители Хакасии начали получать расчетки с коммунальными платежами за июнь. В этих же квитанциях управляющие компании спешат сообщить о повышении стоимости услуг ЖКХ со второго полугодия. Однако жильцы одной из абаканских многоэтажек, которые получили платежные документы в четверг, то есть 11 июля, были обескуражены предложением успеть внести квартплату без повышения до 10 числа. Из-за несвоевременности рассылки люди потеряли возможность сэкономить. Теперь им придется платить уже по новым тарифам, которые, напомню, повысились с 1 июля. В произошедшем жилищная инспекция нарушений закона не видит. Эта ситуация хорошо известна квартиросъемщикам. Это было и на сайте, это должно было быть и в газете Хакасия. Как это не уведомили? И мы неоднократно. Я знаю, что в каждом платежном документе управляющая организация пишет, что вы должны платить до 10 числа. Независимо, поднялись тарифы, не поднялись тарифы. По жилищному кодексу квитанции должны приходить 1 июля. Из опоздалую рассылку жилищная инспекция нарушением признает. Только незначительным. И наказания за него, скорее всего, не будет. В самом ЖУ-5 другая версия. По словам коммунальщиков, они сделали рассылку 9 июля. Так же, как и каждый месяц. Раньше невозможно, потому что нет данных от ресурсоснабжающих организаций. И управляющая компания, и жилинспекция сошлись в одном. Если жильцы не успели заплатить по старому тарифу, они виноваты в этом сами. Врача Копьевской больницы Александра Тышту выпустили из СИЗО. Верховный суд Хакасии удовлетворил апелляционную жалобу родственников и заменил меру пресечения на домашний арест. Напомним, 16 апреля этого года заведующего акушерско-гинекологическим отделением Копьевской ЦРБ арестовали по подозрению в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, бригада медиков во главе с Тыштой сделала женщине, которая ждала двойню кесарево сечения. Один из новорожденных имел патологию. Врач посчитал, что патологические изменения несовместимы с жизнью и утопил в ведре. А тело ребенка сжег в кочегарке. На днях в Копьево прошел митинг тех, кто с версией следствия не согласен. Люди просили заменить Тыште меру пресечения и объективно расследовать дело. Свои подписи в поддержку врача поставили более сотни человек. Домашний арест, под которым теперь до сентября будет находиться врач, в том числе подразумевает запрет на выезд из населенного пункта и на общение с пострадавшими и свидетелями. Военный резерв по контракту. В Хакасии продолжается реализация экспериментального проекта Министерства обороны России. Мужчинам, которых в случае объявления войны призовут защищать родину, теперь будут выплачивать денежное довольствие. Конечно, не всем, а лишь тем, с кем будет подписан соответствующий контракт. Сегодня идет активное информирование населения и встречи представителей военкомата с кандидатами. На одной из таких в Белом Яре побывали и наши корреспонденты. Репортаж Анны Ахпашевой. Раньше было бесплатно и обязательно, теперь за деньги и по желанию. Так в двух словах можно описать грядущую реформу мобилизационной системы страны. В российской армии решено отойти от повинности и создать профессиональный людской резерв на случай войны и всеобщей мобилизации. Это не имеет никакого отношения к локальным конфликтам или другим чрезвычайным ситуациям. Только вопросы, связанные с мобилизацией, будут затрагивать интересы граждан, пребывающих в запасе и заключивших контракт на пребывание в резерве. Да, это будет наиболее обученная часть, наиболее подготовленная и, я считаю, наиболее боеспособная. Первыми эксперимент на себе прочувствуют всего два субъекта страны – Башкирия и Хакассия. В Уфе создают инженерно-саперную бригаду, у нас мотострелковую из 1100 человек со всем офицерским составом. Первый контракт на три года. Подписывая его, резервис начнет получать ежемесячные выплаты. В зависимости от воинской специальности и армейского звания – от трех до пяти тысяч рублей. В период сборов сохраняется средняя зарплата на гражданки, а за дни, проведенные в учебке, дополнительные выплаты. Кстати, уезжать на учения придется каждый месяц, дня на два-три и раз в год на двухнедельные сборы. Для сравнения, раньше тренировки резерва проходили один раз в три года. Предполагая обоснованный интерес, военные озвучивают критерии отбора. В резерв попадут отслужившие в армии, не старше 42-х, офицеры 47-ми лет, не судимые и годные по здоровью. В этом, кстати, обещают делать небольшие поблажки. Тем же, кто по специальности не подходит в мотострелковую бригаду, дадут возможность переучиться. Нюансов еще, конечно, очень много. Один из главных – взаимодействие с работодателями. На госпредприятиях проблем не будет, но вот захочет ли частник каждый месяц отпускать работника на сборы – вопрос открытый. Если встанет вопрос просто либо продолжить контракт, либо остаться на работе, я, конечно, выберу работу. Не знаю, я с женой еще посоветую. Если у меня ребенок, если она добро даст, то может, соглашусь. Если что-то произойдет, так и так призовут. А то, что сейчас создает систему резервистов, это, наверное, хороший шаг вперед, потому что до этого, насколько я знаю, прошедшие годы система полностью была развалена. В любом случае, оценить все плюсы и минусы время еще есть. Первые контракты подпишут в декабре этого года. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Детский сад Селикуй Бышевобейского района нуждается в срочном ремонте. Дошкольное учреждение построено еще в 60-х годах. Менять нужно буквально все. Только ремонт крыши обойдется в миллион рублей. Таких денег в местной администрации нет. Между тем, детский сад Колобок посещают 63 ребенка. И это не только дети из села Куйбышева, но и соседнего Аала Чаптыков. Малышей возят каждый день. Для этого районные власти специально выделяют средства. Родители воспитанников делают ремонт своими силами. Пока только косметический. Помогают спонсоры, но этих денег все равно недостаточно. Руководство детского сада надеется на новый закон об образовании, который вступит в силу уже с 1 сентября. А с 2014 года перемены коснутся и дошкольных учреждений. С января месяца вроде как нас забирает к себе республика. Так же, как и школы. Но мы надеемся, что мы будем получать субвенции. Тогда, конечно, наверное, наше финансовое положение улучшится. Образование в числе приоритетных направлений деятельности местных властей. Изменения, которые произошли в этой отрасли за последние годы, ощутимы. Подробнее о них расскажет Ольга Стельмах в нашей традиционной пятничной рубрике «Парламентский дневник». Уже этой осенью депутаты Верховного Совета сложат свои полномочия. Пятый созыв рассматривал и принимал законы на протяжении последних четырех лет. Эти годы стали самыми плодотворными по количеству принятых проектов. Парламентарии разработали практически 600 документов. Колоссальная работа. Для сравнения, за все созывы, включая пятый, это цифра полторы тысячи. С начала своего формирования в 2009 году новый состав Верховного Совета взял социальную направленность. В итоге наша республика, в отличие от многих регионов России, где еще только разрабатывают ряд региональных законов, уже приняла их и живет по новым правилам. К примеру, в июне депутаты одобрили закон об образовании. Хакасия стала одной из первых в стране, кто с 1 сентября подчинится обновленному законодательству. Всего только шесть субъектов Российской Федерации до июня месяца приняли такие свои базовые законы об образовании. Что говорит о том, что для нас это тоже одно из направлений, приоритетно считается. В этой связи для нас принципиально было принять еще и целый ряд законов, в том числе и в самом бюджете республики, где идет постоянное повышение заработной платы работникам образования. Мы успешно с этой задачей справились вот к концу нашего созыва. В отличие от прежнего, в новой редакции закона увеличили число льгот. Теперь родителям не нужно будет покупать учебники для своих детей. Властей обязали обеспечить книгами все школы, не исключая средние и старшие классы. А вот родителям тех дошколят, кто вынужден посещать частные детские сады, будут компенсировать 10% затрат. Кроме того, в Хакасии убирают начальное профессиональное образование. Его сливают со средним профессиональным, которое, кстати, переходит на бесплатное обучение. С нового учебного года платными останутся лишь отдельные специальности. Достигли такого результата, несмотря даже на то, что на участь пятого созыва выпало время реформирования. Большие перемены произошли в здравоохранении, когда медицину взвалили на плечи регионов. Пришлось еще тщательнее планировать бюджет республики и искать возможность привлечь дополнительные деньги из центра. Парламент сориентировался и в этой ситуации. Принял базовый закон об основных гарантиях в сфере здравоохранения Хакасии. А также занял вполне четкую позицию. Любое качество, в том числе и в медицине, зависит прежде всего от кадров. Привлечь специалистов при дефиците во всех регионах – задача не из легких. Но и здесь наша республика сегодня готова конкурировать по количеству мер социальной поддержки. Была принята целая серия законов, которые повышают оплату труда работникам здравоохранения и дают возможностям тем, кто выбрал эту профессию медика, естественно, получить меры социальной поддержки от государства. Тех, кто выбирает профессию медика не только работающим в городе, но и на селе, соответственно, поддержка и эта сумма, в общем-то, немаленькая – 1 миллион рублей. Еще один момент, которым могут гордиться сегодня депутаты пятого созыва – это количество привлеченных федеральных средств. Вместе с правительством республики парламент добился дополнительного финансирования из центра. Суммы, которые поступили в бюджет в качестве дополнительных, порой превышали объем основных поступлений. Вот эта единая команда и органов законодательной и исполнительной власти, она и обеспечивает какое-то поступательное движение вперед субъекта в целом. Это, в общем-то, и не миллионы, и даже не сотни миллионов, это уже миллиарды, полтора миллиарда, которые говорят о том, что в Российской Федерации Хакасию не только знают, но и поддерживают. Она находится на передовых позициях среди других субъектов Российской Федерации. За четыре года сделано многое, но далеко не все, что хотелось. Сегодня ждут своего рассмотрения еще ряд важных для Хакасии законопроектов. Но их обсуждением займется уже новый шестой созыв Верховного Совета. Это были все события парламентской недели. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Всего доброго. В Хакасии возобновили строительство важного для республики социального объекта. Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов в Саиногорске все-таки появится спустя почти 20 лет с начала возведения. Дом-интернат рассчитан на 50 мест. Общая стоимость проекта – 88 миллионов рублей. Из них за все предыдущие годы освоили лишь четвертую часть. Сегодня, по мнению специалистов, средств потребуется гораздо больше. Еще в мае Виктор Зимин потребовал от чиновников решить все бумажные проблемы и выделить деньги. А после объект внесли в республиканскую программу. Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов в Саиногорске планируют открыть уже к концу 2014 года. В Хакасском национальном краеведческом музее сегодня открылась выставка работ участников Всероссийского пленера. Такое масштабное мероприятие проводится в нашей республике второй раз. В прошлом году проект назывался «Осень в Саянах». В этом посвящен юбилею Сурикова. За работой художников наблюдала Юлия Константинова. Павел Пугачев в Хакасии впервые, но не в последний раз, по крайней мере, надеется еще приехать в эти удивительные места, где степи, горы и даже воздух совсем другие, чем на его родине в Волгограде. Меня больше всего поразило, конечно, количество археологических памятников, дольменов, наскальные рисунки. В первый раз я это, конечно, увидел. Мы это знаем по наслышке из истории искусств. С детства мы это все изучаем. Но вот так воочию прикоснуться к этому, это, конечно, удивительно. С восторгом принял предложение вновь стать куратором масштабного проекта Александр Клюев. В Хакасию профессор Красноярского художественного института, заслуженный художник России, действительно член Российской академии художеств, влюблен с детства. Рассказывает, много лет прожил в Ужуре, не раз писал о крестности Копьева, Ивановские озера. В прошлом году работал в рамках Всероссийского пленера в Абазе, был очарован. Мы сразу вышли с инициативой, что в этом году исполняется 165 лет с дня рождения Василия Ивановича Сурикова. И как бы посвятить его юбилею, его памяти, еще пленер по Хакасии, но уже по местам, где бывал Суриков. А посещал известный русский художник эти места четыре раза. Из каждой поездки привозил большое количество этюдов маслом, акварелей, рисунков с портретами местных жителей, великолепных пейзажей. Писал Василий Иванович Суриков, иширинские степи, возможно, сундуки и сулекскую писаницу, где участники Всероссийского пленера провели несколько дней. И, возможно, вот эти горы вблизи села Вербаза, по словам художников, уникальные. Горы острые, выразительные, с выступающими скалами. В течение 10 дней под руководством мэтров студенты и выпускники самых престижных художественных академий, институтов, училищ, техникумов писали хакасские пейзажи. Сейчас в копилке каждого больше десятка. По завершению пленера станутся лучшие, которые станут достоянием Хакасии. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. Воспитанию будущих художников в Абакане уделяется большое внимание. В городскую детскую художественную школу поступило 130 гипсовых копий классических скульптур. Их доставили из Санкт-Петербурга. Статуи древнегреческих богов будут использоваться в качестве учебных пособий. Высота самой большой – 2 метра. Всего школа получила более 200 предметов. От простых геометрических фигур до сложных анатомических форм. Все модели сделаны по индивидуальному заказу, специально для абаканской школы. Городскому бюджету они обошлись в 170 тысяч рублей. Работники Почты России в это воскресенье отметят профессиональный праздник. Своё официальное начало почтовая служба берёт со времён Петра Первого. Именно он указом учредил условия доставки и ответственность государевых служащих. Сегодня, несмотря на интернет и сотовую связь, услуги почтальона остаются одними из самых востребованных. Особенно в сельской местности. Награды получать всегда приятно, а ведомственные – вдвойне. Потому что это – признание заслуг коллегами по работе. В Аскизе на торжественном собрании чествовали работников Бейского почтанта, объединяющего Сайногорские, Аскизские, Абазинские и Таштыбские отделения. Почётные грамоты, благодарности Министерства связи, Федерального и Республиканского управлений. Награды за многолетний труд, достижения и высокие показатели в работе вручили самым заслуженным почтовикам. В жару и мороз, в дождь и слякоть сотрудник почты обходит свой участок. Сейчас стало полегче. Хакасский филиал приобрёл для почтальонов велосипеды. Ждут и более современную технику. У нас в третьем квартале придёт снегоход. Поэтому это в населённых пунктах, тех, которых труднодоступных, можно сказать, где нет дороги, где снега, где невозможно будет проехать. Этот вид транспорта мы, в принципе, отправляем в Бею. Сельский почтальон – почти член семьи. Он бывает в каждом доме минимум трижды в месяц. Приносит пенсии, детские пособия и обычную корреспонденцию. Сейчас почтовики взяли на себя и другую заботу. По дальним сёлам ездит специальная автолавка. Здесь вместе с почтой торгуют товарами первой необходимости. Мы знаем, какая территория у нас пьёт. Вот только листовой чай, да, какая крупу мы уже знаем, что геркулес надо везти в Куйбышевский, например, куз, да, пшёнку везти там в сторону Новониколаевки, и в сторону Брабельского района. Сегодня почта – это современное многоуровневое предприятие, которое занимается обслуживанием всего населения страны. И по сей день в сёлах и деревнях человек с толстой сумкой на ремне всегда долгожданный гость. И прежде чем попрощаться, анонс наших завтрашних передач. В 10.40 смотрите программу «Слояна Шушенская ГЭС. Новая история». А сразу после – всё для дома КМК. Не пропустите. Я на этом с вами прощаюсь. Хороших выходных и удачи. До свидания.